Купить квартиру в ипотеку станет сложнее. Центробанк повысил на отбавке коэффициентом риска по жилищным займам. Это коснется, во-первых, тех заемщиков, кто совокупно по всем кредитам платит более 80% своего ежемесячного дохода, либо тех, кто вносит первоначальный взнос ниже 20%. Закредитованность населения достаточно высокая, и банки, и Центральный банк опасаются риска невозврата таких кредитов. Поэтому ужесточают требования, которые, по сути, приведут к тому, что будут меньше выдавать таких ипотечных кредитов. Я могу сказать, что риэлторы, кто на этом рынке работает, уже с этим столкнулись. Многие банки, даже не дожидаясь такого повышения Центрального банка, многие банки уже постепенно закручивают эти гайки. То есть было одно время, когда ипотеку раздавали всем, кому не лень. То сейчас действительно следует ожидать снижения уровня выдачи таких кредитов. Банки будут предъявлять более серьезные требования к своим заемщикам. Сообщается, что в ноябре и декабре прошлого года банки одобрили только треть заявок на выдачу необеспеченных кредитов. Это самый низкий показатель за год. Также регулятор запретил оформление потребительских кредитов для покрытия первоначального взноса по ипотеке. Все это должно помочь снизить долговую нагрузку россиян и не допустить дефолта. Сейчас ипотечная ставка составляет примерно 15-16-18%. Это очень высокая ставка по кредиту. Ипотечный кредит – это большой кредит. Это, как правило, 3-4-5 миллионов. И, условно говоря, 17% в год от 5 миллионов – это практически почти миллион. И у людей, и это даже мы не берем про основной долг, это только процент в год составляет миллион. Соответственно, просто много людей, которые не в состоянии погашать обязательства, это приводит к тому, что квартиру должен банк отнимать, продавать с торгов. Поэтому Центральный банк ужесточает требования к выдаче этих кредитов, чтобы их выдавали действительно тем людям, которые с высокой степенью вероятности смогут этот кредит погашать. А у автомобилистов тем временем появилась возможность оформить полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Во избежание рисков мошенничества договор по автогражданке вступит в силу только спустя три дня после заключения. Есть люди, которые используют автомобиль, берут его в аренду, например, ненадолго. Либо им нужно сесть за руль буквально на один день, перегнать машину из точки А в точку Б. И раньше для них не было никакой возможности, кроме как делать ОСАГО с так называемым открытым перечнем, когда любой человек может сесть. Сейчас разрешено делать короткий ОСАГО, поэтому страховщики будут, им разрешено применить так называемый пониженный тариф, то есть пропорционально тому времени, который человек будет застрахован. Работодателям с этого месяца запретили увольнять россиян, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Ранее такой запрет касался только родителей детей, не достигших 14-летнего возраста. Исключениями могут стать ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. В этом месяце заработал новый сервис для предпринимателей «Открой свое дело онлайн». Он означает, что те, кто желает заняться предпринимательством, например, стать индивидуальными предпринимателями или оформить ООО, смогут это сделать с помощью сервиса госуслуг, не выходя из дома, что называется, сидя у себя дома на диване, в течение одного рабочего дня. Этот сервис доступен будет для тех, кто дал свое согласие на обработку биометрических данных, и он будет работать в экспериментальном режиме до 2025 года. Ранее оформлялась необходима была явка в том числе в налоговый орган для получения ЭЦП, либо для того, чтобы обратиться в специализированный центр выдачи, либо это можно было сделать при посредничестве банков. Теперь посредничества какие-то не нужны, возможно это сделать напрямую. С 8 марта власти расширят круг некоммерческих организаций, которым нужна господдержка. Деньги после вступления документа в силу будут выделять компаниям, которые работают в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Также в список войдут НКО, занимающиеся безнадзорными животными. Кстати, в этом месяце заработали новые требования к содержанию животных в зоомагазинах. Специалисты определили размеры вольеров и аквариумов. В помещениях сотрудникам нужно поддерживать чистоту, а если животное заболело, его необходимо изолировать и активно лечить. Также нужно, чтобы у каждого животного был индивидуальный ветеринарный паспорт со всеми соответствующими записями. В законе также прописали нормы кормов, размер порции и наличие подстилок в месте продажи. Для каждой группы животных свои требования. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.